Хакатон Одним из основных людей здесь является Кристина Каллас, директор Нарвского колледжа Тартовского университета, которая как раз таки и принадлежит сама идее того, чтобы привести сюда первый хакатон идей на русском языке в Эстонии. Это очень важный момент. Дело в том, что подобных мероприятий такого масштаба на русском языке в Эстонии еще не проводилось. Ну и безусловно, само мероприятие проходит при поддержке программы «Лов Эсти», которая до этого была представлена в Таллине, в других регионах Эстонии, где они также занимались поиском идей у местных жителей этих регионов. И вот в этом году, благодаря как раз таки Кристине Каллас и Нарвскому колледжу Тартовского университета, эту программу удалось привести в Идавирума. На открытии Идавирусского хакатона было представлено 33 разных идеи, в числе которых были мобильные приложения по изучению языков, инновации в области культуры и для услуг купли-продажи, а также социальные идеи для, как это официально называлось, улучшения местной среды. В тот же вечер жюри, состоящее из менторов, выбрало из них 21 идею, которые прошли дальше. Особый приз «Тернараунд» именно за идею для улучшения жизни в родном городе в размере 1000 евро был присужден команде из Кохтва Ярви с их идеей «Арт-студио» для создания фото и художественной студии в родном городе, где, как выяснилось, ничего подобного нет. Наша идея заключается в том, что мы хотим дать возможность молодым фотографам, людям, которые хотят показать себя, фотографировать. И таким образом мы, наверное, сможем дать людям выражать себя. Наша идея заключается в том, чем наша вообще фотостудия будет отличаться от других фотостудий. Мы будем каждые три месяца менять декоры. У нас есть идея такая, как фотографии на сток. Мы будем делать фотографии на белом фоне и продавать их за минимальную плату. Таким образом у нас будут финансы. Главный приз трехгневного хакатона «Тим Лаб» и «Давиру» — 5000 евро — получила команда «Уокток». Их идеей было приложение по изучению языков с геолокацией, которое дает пользователю советы по тому или иному иностранному языку, учитывая его местонахождение. А команда «Лаймстоун» — создатели компьютерных игр, смогут развивать свою идею в инкубаторе «Технополь», где им помогут отшлифовать их продукт ведущие специалисты сектора высоких технологий. По словам организатора мероприятия Яны Павленковой, все получилось отлично, самые разные люди решали проблемы, которые касались именно их, и в результате получился не просто список несбыточных идей, были созданы конкретные планы, которые вполне можно осуществить. Алексей Иванов, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.